Добрый вечер! Добрый вечер! В комплексной терапии рака молочной железы. За период, за 2016 год и 9 месяцев 2017 года на линейном ускорителе нами было пролечено 190 пациенток. Я беру только этот период времени, на самом деле это количество намного больше за время работы на линейках с 2013 года, но именно с 2016 года мы получили лицензии и возможность делать высокотехнологичные варианты планирования АМРТ, ДМЛС и ВИМАТ. Как правило, адювантную лучевую терапию можно начинать через 2-4 недели после операции или через 3-4 недели после курса АПХТ. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, не то чтобы не стоит, но будем так говорить, стоит с осторожностью назначать женщинам старше 60 лет, так как токсичность, соответственно, в возрасте будет проявляться больше. Если размер опухоли менее 0,5 см, были широкие границы резекции и не обнаруживалось в краях резекции опухолевых клеток. Объем облучения вся молочная железа до суммарной очаговой дозы 50 грей. При стадиях 1, 2, А, Б, 3, в том случае, если нет пораженных лимфатических узлов, объемом облучения является вся молочная железа до суммарной очаговой дозы 50 грей и ложи опухоли или буст до 60 грей. Для облучения ложи опухоли, коллега-хирург задавал вопрос, обязательно наличие клепированного буста. Нет клепирования, нет облучения ложи опухоли. В этом случае на всю молочную железу подводится суммарная очаговая доза 50 грей. Почему так строго? Потому что, когда мы проводим оконтуривание объемов облучения в специальном программном обеспечении МОНОКО, мы по сканам КТ не видим ложи опухоли. Послеоперационная киста достаточно быстро рассасывается в большинстве случаев. А если пациентка получала еще адювантную химиотерапию не один месяц, то, конечно, мы уже не увидим этого ложи в виде кисты. Мы не увидим на сканах КТ послеоперационный рубец. Как мы на кобальте всегда ориентировались, наш был доступ по рубцу. Тут такого нет. Поэтому можно, конечно, нарисовать было бы ложи опухоли, основываясь на данных УЗИ до операции, на данных КТ до операции. И вот мы попробовали это сделать у нескольких пациенток. И что мы получили? Контур синий – это по данным УЗИ дооперационного. Приблизительно. Если как это по УЗИ только рисовать. И зеленый контур, когда мы обрисовываем уже клипированное ложе опухоли. Если видимая область интереса, она вот визуально смещена, померять на 1,8 см. Но, если посчитать весь объем, а мы задали такую задачу физикам, посчитайте весь объем. Вот нам посчитали. И получилось, что высокую дозу, то есть эти 60 грей, которые надо подвести на ложе, недополучат 12 кубических сантиметров. Поэтому, конечно, без клипирования буста нет смысла искать ложе и подводить пальцем в небо 60 грей. Ну, так выглядит подготовка предлучевая. Изготавливается индивидуальная фиксирующая термопластическая маска. Имеется специальная фиксирующая подставка Clarity с подставками под руки, под голову, где меняется угла высоты плеча, предплечья, позиция головы. Так, объемы оконтуривания, объемов облучения. Значит, вот от субмамарной складочки, вот таким образом, по сканово оконтуривается все. Видно клипированный буст, зона GTV, CTV, вся железистая ткань молочной железы, в данном случае после органосохраняющей операции. Основные критические органы – это сердце, это оба легких, и псилатеральная особа, и контрлатеральная молочная железа. Клипированный буст, сердце – это обязательно. Объемы мишеней, когда были поражены лимфатические узлы. Значит, добавляется зона лимфоотока, конечно, изменяется и объем, и конфигурация. Точно так же клипированный буст. Сейчас появится зона подмышечных лимфатических узлов синим контуром. Немножко медленно, прошу прощения. Критические органы. И выходим в поднадключичную область шейно-надключичные лимфоузлы. Органосохраняющие в план облучения шейно-надключичные. Ну, до нижней треть, будем грубо говорить. Зоны регионарного метастазирования. Все группы подмышечных лимфоузлов, нижние подмышечные, лимфатические узлы, которые располагаются, латеральные малой грудной мышцы. Группа 2 – средние подмышечные, располагающиеся под малой грудной мышцей. Третья группа – лимфатические узлы ротора или межмышечные, которые располагаются между большой и малой. Надключичные лимфатические узлы. Внутригрудные лимфатические узлы, которые расположены в межзребенных промежутках с 1 по 5, в 3-3,5 см, а среди на линии. В патологический процесс, это не к этой пациентке, не к Н1, это я просто перечисляю все зоны. В патологический процесс, как правило, вовлекаются внутригрудные лимфатические узлы с 1 по 3 межреберья. Ну вот все те же вопросы и сомнения. Надо ли облучать внутригрудные лимфатические узлы? Вот по данным Чена и Савторов от 2008 года, проводится только при наличии клинических или морфологических признаковых поражений. В других случаях целесообразность признается спорной и остается на осмотрении лечащего врача-радиолога. Также показания к проведению облучения на надключичную область при метастазах в 1-3 подмышечных лимфоузла четко не определены. При 4 и более подмышечных лимфоузла являются четким показанием к облучению надключичной области. Также целесообразно облучение надключичной области при наличии следующих факторов риска. Удаление менее 10 лимфоузлов, метастазы в 20% удаленных лимфоузлов и более, размеры самого крупного метастатически пораженного лимфоузла более 2 см. Показания к облучению надключичной области при хорошем ответе на неоадювантную химиотерапию не определены. Сочетание подмышечной лимфодиссекции, облучения подмышечных лимфоузлов и надключичной области увеличивает вероятность лимфатического отека верхней конечности до 20%. В сравнении с подмышечной лимфодиссекцией и лучевой терапией на подмышечные лимфоузлы 12%. Что конечно не безразлично нашим женщинам, которых мучает постмастектомический синдром. Что нужно, чтобы все сделать правильно? Значит, физик конечно это очень высоко квалифицированный персонал, медицинский физик, но тем не менее, именно врач должен задать правильное задание физику, чтобы он четко понимал, какая у него задача по покрытию, по критическим органам и ее выполнил. Значит, это называется оптимизация плана. Такая оптимизация плана у нас в диспансере делается абсолютно для каждого пациента, где мы задаем, какое мы хотим покрытие, например, при покрытии, при нас область 5 ВПН мы хотим не менее 95% дозы, в 95% объема. Указаны приоритетные органы риска, обязательно с указанием приоритета, высокий, средний, обычный. Все это мы, конечно, не сами придумываем, для этого есть специальные таблицы, протоколы РТОХ, таблицы группы Квантик, и это задание подается физику. Позиционирование пациентки на лечебном столе. Контроль качества укладки проводится с помощью системы XVI. Это система, которая позволяет получить 3D изображение, рентгеновское 3D, киловольтное. Можем визуализировать как мягкие ткани, так и костные ориентиры, также и критические органы, и объемы мишеней, которые мы задали. Контроль качества укладки проводится первые 3 дня, и далее 1 раз в неделю. Это такой стандарт. Теперь сравнительная характеристика вариантов планирования. Уже сегодня об этом говорили, но просто здесь немножко более подробно. Если мы облучаем всю молочную железу и ложе опухоли, буст, мы попросили наших физиков на нескольких пациентках посчитать, на одной и той же пациентке, различные варианты планирования, и посмотреть, какой из них окажется наиболее выигрышным, и какой имеет смысл применять. Значит, 3D планирование, планирование AMRT, планирование DMLC, и планирование VIMAT. Если мы используем 3D планирование, мы видим хорошее однородное покрытие по изофилам, хорошее однородное покрытие области CTV, хорошее однородное покрытие ложе опухоли. Если же мы посмотрим на, например, планирование AMRT, то видна верхний квадрант, не вижу, где тут указочка есть, красненькая, да. Вот мы видим неоднородность покрытия, и это при планировании AMRT, потому что само по себе AMRT, оно бывает разное. Бывает просто, а бывает DMLC, когда используется динамический мультилепестковый коллиматор. То есть лепестки коллиматора перестраиваются в процессе подачи пучка. Тогда покрытие делается более однородным, более конформным, и, соответственно, меньше облучаются критические органы. Специально вот не убрала 40% из-за дозу, потому что сегодня мы с этим не встретились, но иногда коллеги на конференциях лукавят, когда остается на картинке только 80% доза, которая как бы не прикасается никоим образом к сердцу, очень мало прикасается к легким. Но основная проблема в том, что какой бы мы вариант планирования не использовали, вот эти вот хвостики 40% дозы, они все равно будут. И посмотрим теперь на сравнительной табличке, это табличка 9 статистики, что мы видим, что при использовании 3D планирования на область ПТВ, мы можем получить при заданных 95% только 87% объема, что является, конечно же, недостаточным для гарантии на безрецидивную жизнь в дальнейшем для пациентки. Если же мы посмотрим на планирование АМРТ, то мы получим 95% в 98% объема, при ДМЛС в 98,9% объема, и при планировании ВИМАТ в 99% объема мы получим 95% дозу. То есть о чем это говорит? Что в принципе мы можем использовать все и АМРТ, и ДМЛС, и ВИМАТ при облучении только лишь молочной железы и буста, и ложа опухоли. Что касается планирования 3D, можно ли его так вот просто отбросить в сторону? Конечно же нет. Так как 3D планирование сокращает время предлучевой подготовки пациентки, что является немаловажным, если очень большое количество пациентов, как и у нас в учреждении. Это позволяет сократить само время сеанса, то есть подается меньшее количество мониторных единиц, и за счет этого сокращается время сеанса, то есть пациентка меньше находится в процедурном помещении. Но все же, все же мы стремимся к максимальному покрытию, поэтому оптимальным будет являться вариант ДМЛС. Если мы говорим о сравнительной характеристики вариантов планирования при облучении молочной железы и зон регионарного лимфоотока, то тут мы гораздо сильнее увидим разницу между 3D и ДМЛС. Что мы видим? ВИМАТ, покрытие все равно неоднородное, потому что арктерапия такую сложную конфигурацию все-таки не покроет однородно. Вот, пожалуйста, АМРТ. Все равно есть неоднородность, и мы не получаем стопроцентную дозу в шейно-надключичной области и подключичной области. ДМЛС прекрасно дает полностью однородное покрытие, доза на сердце минимальная, и 3D. 3D, конечно, будет однозначно проигрышным на таком объеме и конфигурации полей, поэтому буквально кратенько вот сравнительная характеристика, здесь сразу будет видно, насколько проиграет 3D, то есть 95% мы получим только в 80% объема. Это, конечно, будет неудовлетворительным показателем покрытия. И, пожалуйста, победитель ДМЛС. Мы получаем 95% за дозу в 99% всего заданного объема. И выводы. Для достижения максимального результата дистанционной лучевой терапии, снижения риска, развития постлучевых осложнений со стороны критических органов необходимо правильный выбор объема в мишени лучевой терапии и тщательное контурирование их врачом-радиологам, правильная оценка приоритетов по органам риска и тщательное контурирование критических органов, правильный выбор метода планирования инженером-физиком с учетом оптимизации плана лучевой терапии, предоставленной врачом-радиологом, правильная укладка пациента на лечебном столе с использованием фиксирующих устройств, регулярный IGRT-контроль и оптимальным вариантом планирования при облучении молочной железы из зон регионального лимфоотока является ДМЛС, так как обеспечивает максимальную конформность, полноценное покрытие ПТВ и снижает дозную нагрузку на критические органы. Спасибо. Да, конечно, я слушаю. Продолжение следует. Будете ли вы проводить лучевую терапию на пути патронного лимфоотока? Спасибо за вопрос. Вот это как раз вот эти вопросы и сомнения, которые нас все время мучают. Потому что появилось уже достаточно много источников, говорилось сегодня уже об американской школе, что в такой ситуации можно не проводить лучевую терапию. Но пока мы ограничены рамками протоколов, стандартов, ну как бы. Ну, сегодня речь идет правильно о персонификации вообще лечения молочной железы. Наверное, все-таки имеет смысл рассматривать это индивидуально. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Дело в том, что существует такое понятие, как радиобиология. Радиобиология подразумевает дозу канцеростатическую или канцерицидную. И эти дозы, ну как, мы не можем варьировать, они абсолютно стандартизированы. То есть в данной ситуации мы не можем подводить дозу меньше 50 игрей на всю молочную железу. Ну, во всяком случае, менее 40, так точно. Так как все остальные дозы даже не являются канцерицидными, и они, ну, не дадут пациентке гарантий на безрецидивное течение болезни. Продолжение следует. Частичное ускоренное облучение, да, безусловно, имеет свои какие-то индивидуальные показания. Могу сказать, что в нашей клинике мы не занимаемся частичным ускоренным облучением, поэтому мне сложно компетентно особо ответить на этот вопрос. Частичное, я поговорила о частичном облучении в молочной железе, то есть это, в принципе, естественно, должны быть клиенты. Где вы удалили эту куполе, это благоприятный статус. Это обязательно назову биологический статус, то есть, как правило, люминолизм А. Это, естественно, край резекции, что было указано, обязательно порядок. Истолы, к сожалению, очень редко. Отсутствие там глимпоинвазии в сосудах. То есть при всем биологическом, при этом кофеле, да, мы можем проводить парциальное облучение в молочной железе. Это на самом деле очень сложный вопрос, еще и потому, что, ну, я думаю, что радиологи, коллеги, которые сидят в зале и проработали больше 20 лет, они поймут, как на самом деле сложно понять, а где же вот эта вот четко граница, ну, где четко становиться. Есть ведь и погрешность укладки. Как четко быть уверенным, что ты, например, не недобрал какие-то 3 или 5 миллиметров, понимаете? Ну, это очень сложно. Например, у меня, у радиолога с более чем 20-летним стажем, пока не поднимается рука облучить кусочек молочной железы. Это возможно, если есть физиозуальный контроль, он у нас присутствует. Просто почему мы тоже никому еще не проделили? Потому что выполнение всех этих условий, и патогистолог нам не дают, мы не уверены точно, там, так сказать, края резекции, наличие лифоинвазии. То есть эти просто понятия, патоганарды нам не дают. Поэтому, естественно, когда у радиолога существует сомнение, что нет, я не дооблучю и получу рецидив, конечно, мы в этом случае расширяем объемооблучение. Что касается лимфо, то, что сказала Наталья Вячеславовна. Вы знаете, вот этот вопрос, который интересный, в 2005 году, я нашла как бы, ну, это был 2005 год, там было четко указано, это данные, ну, я сейчас сниму, не буду брать, но иностранных авторов, где четко было указано, если, к примеру, третья бы стадия молочной железы, и мы получили полный ответ после химиотерапии молочной железы, ответ ухо не выделяется, или полуслов нет, то программу не менять. То есть проводить лучевую терапию в полном объеме. Мы так и делаем. Поэтому, это я видела четкие эти данные, то, что, казалось бы, ну, их же нет, почему не облучать, но все-таки третья бы стадия, если прижденегативные раки, то, конечно, это считается неблагоприятным профилем, поэтому лучевые терапии чаще скажут, да, мы будем облучать. Третья бы стадия подразумевает увеличение кожи в Т4, это, безусловно, показано, в любом случае, и третья А тоже, да, и третья А тоже. Третья А тоже. Мы говорим, конечно, не об этом, а о ситуациях, когда я еще не делал Т3, а интересный вопрос о изменении армейнера проекта, потому что, я хотел, я просто интересно ваш взгляд, на ситуацию, когда нужно ли облучать, вот то, что мы, собственно говоря, обсуждали. Потому что есть достаточно много информации, как раз вы поставили вопросы, о том, где и как мы можем рефрицировать увеличение, так сказать, безопасность. Да. Все. 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 Субтитры подогнал «Симон»